Девушки отдыхают своим коллегам, друзьям, супервизорам, которые настоящие супервизоры. Я все-таки любитель, потому что как супервизор я проявляю себя только в своей лаборатории, когда работаю с теми магистрами, кандидатами и докторами наук, которые занимаются практической деятельностью. И я сейчас с вами разговариваю и со своей деревенской избушкой, где по субботам, воскресеньям я веду консультации. Вот сейчас двухчасовой перерыв для того, чтобы включиться в конференцию. Также завтра включусь в мастер-пласт, который мы вам покажем и так далее. Но все это связано. Я хочу напомнить, что виктимология – это наука о жертвах, а клиническая виктимология – это наука о страдающих жертвах. Жертвах прежде всего развития, жертвы каких-то травматических ситуаций детства и так далее. А ассоциатор – это человек по излечению человеческих отношений. Для меня на первом плане всегда были и остаются человеческие отношения. Поэтому я выбрал такую тему не для того, чтобы затрагивать терапевтические отношения по их сути, по их содержанию. Для этого есть специальные работы, есть более, как говорится, посвященные специалисты. Но мой подход как бы интегрирует, подход в рассмотрении проблемы, возникающие в терапевтических отношениях, он интегрируется или раскрывается на базе двух, так сказать, подходов. Это социально-психологическим и психотехническим. Я хочу показать о том, что сегодня практика работы всех специалистов, которые работают с людьми в различных кризисных или критических ситуациях, как удобно это нужно, она может превратиться в драму. Драму, в которой, так сказать, происходят очень серьезные психологические изменения, мягко скажем так, драматические изменения в психике, в характере, в системе отношения самого специалиста, помогающей профессии, будь ты просто школьный психолог, психолог-консультант, психотерапевт или социальный работник, это неважно. Но я решил сегодня показать вот эту клинико-вексимологическую проблему в терминах драмы. Я хочу сразу пояснить, что идея раскрыть психологию в терминах драмы принадлежит Льву Семеновичу Выгодскому, и профессор Ярошевский, один из его научных, так сказать, биографов, написал еще, так сказать, лет 20 назад, что последние годы Выгодский страшно мечтал создать психологию в терминах драмы. Сейчас моя лаборатория, это лаборатория социально-психологической вексимологии личности, мы разрабатываем и работаем над материалом, который называется «Социально-психологическая вексимология личности» в терминах драмы. И во связи с этим я готовлю к изданию две книжки. Одна будет называться «Драматическая вексимология», она будет посвящена, так сказать, развитию вексимности, становлению вексимопата. А с другой стороны будет книжка «Драматическая социатрия», которая посвящена методологии как системе методов девиктимизации. Первая будет рассматривать виктимизацию, другая – девиктимизация. Я, так сказать, взял и занимаюсь, так сказать, супервизией именно отношений, которые возникают между клиентом и, так сказать, специалистом, потому что они часто превращаются в отношения социально-психологической драмы. Вот здесь к существующим подходам и пониманиям драмы как рода литературы, драмы как видоискусства, я предлагаю драму как тип человеческих отношений. Вот если говорить, так сказать, исходным понятием, для меня является драма – это тип, социально-психологический тип отношений, который основывается на борьбе, на борьбе, через которую человек разрешает внутренние, внешние конфликты. Чаще всего ведущей формой является действие борьбы. Вообще слово «драма» переводится с древней гречи как «действие». Поэтому для меня как специалиста, инструментом в этой работе являются действие, конфликт и борьба. Вот мы чаще всего, когда говорим о борьбе, и вот особенно гештальт, психологи вот так настоятельно всё время требуют «закрой гештальт», «закрой гештальт», то мы в своей работе требуем не только закрывать гештальт, а обострять этот гештальт, выводить его в зону борьбы, потому что через это можно достигнуть какого-то внутреннего спокойствия, внутренней гармонии, а самое главное – удовлетворённости и, так сказать, я бы сказал, полноценности собственной жизни. Для меня очень важно понять о том, что, вернее, донести для вас, что сегодня проблемы, которые возникают в социально-психологических отношениях между клиентом и специалистом во время оказания ему помощи, носящие социально-психологический характер, они во многом обусловлены психотехническими проблемами самого специалиста. Дело в том, что психотехника отношений, психотехника регуляции в отношении, она ни в одном вузе, где готовят специалисты, помогающие профессии, она не проходится, её не изучают. А ведь, по сути дела, речь идёт об упущенной возможности внутренней супервизии. Внутренней супервизии, то есть воспитание у себя способности к регулятивным психотехническим отношениям, которые должны возникать между клиентом и так далее. В итоге, если этого не происходит, возникает проблема, которая имеет четыре, так сказать, разновидности, но все четыре, они объединены тем, что внутри этой проблемы, проблемы и клиента, и, так сказать, специалиста, возникает один и тот же механизм. Чаще всего, чаще всего, социально-психологическая драма отношений специалиста и клиента в процессе оказания помощи может привести к вексимофилии, когда или специалист, или клиент будет наслаждаться и любить своё жертвенное состояние, которое у него якобы сформировали вот эти отношения. Может возникнуть вексимофобия, когда он прерывает отношения и говорит о том, что для меня это неприемлемо, я боюсь одной встречи, меня раздражает ваша манера держать руки, ваша манера говорить, ваша маска лица и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, может возникнуть вексимопатия. Это постоянное страдание от ощущения собственной беспомощности, которую, опять же, обвинение мы даём на специалиста, вы мне навязали, или от того, что я работаю, проговариваются о том, что по их вот этим оговоркам, проговорам можно судить о том, что у них возникает вексимопатия, и на почве неё возникает вексимофикация. Они себя отозревают жертвой. То есть, с одной стороны, дают яркое интервью, я что-то помогаю, потом где-то за кадром проговаривают, ну, я так устал, я уже не могу. И дальше начинает драматический монолог, в котором раскрываются какие-то глубинные психотехнические склады, регулированные. Но самое страшное, во всех этих формах развивается рессентимент, механизм злобной, агрессивной ненависти к самому себе, ненависти к своей деятельности, поиск всё время виновного. И чаще всего происходит самое страшное, специалисты назначают ответственным за это состояние своего клиента, клиент, соответственно, назначает психолога. В чём проблема? Где источник этой проблемы? Потому что прежде чем брать и оказывать так называемое супервизорское действие, то есть обучать каким-то психотехническим приёмам выхода, совладания ситуации, я должен всё время объяснить, в чём проблема, в чём источник вот этой драмы отношения в терапии, так сказать, помогающей деятельности и так далее. Проблема заключается в том, что люди, которые идут в нашу с вами работу, в нашу с вами профессию, никогда не осознают наличие у себя функциональной вексимности. Функциональная вексимность может быть понята, если мы поймём, что такое вексимность. Вексимность – это диспозиционно-компенсентностная уязвимость человека к профессиональной деятельности, которая насыщена или эмоциональными перегрузками, или критическими ситуациями, или травматическими отношениями, которые могут возникнуть в то или иной обстоятельствах. Это могут быть различного рода конфликты, различного рода кризисы, фрустрации и так далее. Мы всё время забываем о том, что диспозиция, как определённая, диспозиция, как определённая и управляющая поведением компонентной психики, они формируются длительное время. К сожалению, ни в институты, где готовят психологов для различных сфер работы с детьми, образования, в том числе и клинические, ни в медицинских вузах на специализации по психотерапии никогда никто не изучает диспозиционную пригодность. Если компетентность, как способность действовать, по выполнению по определённых целей, можно сформировать у любого человека, и существует масса методов, я готов, так сказать, по любой задаче раскрыть, какой метод и так далее. И сегодня здесь уже морфологические системы, структуры, компетентности, которые дают возможность точно определить целевые установки, то с диспозицией всё гораздо сложнее, потому что диспозиционная система, если она формируется, она хорошо проверяется при помощи теста Китела, вот, допустим, для среднего возраста эта форма С, так сказать, она проверяется всех 16 диспозиционных факторов, можно просмотреть и тем самым определить функциональные границы возможности возникновения конфликтов или нет, и так далее. Но чаще всего это не делается. Но корень проблемы, которую я называю клиникой вексимологической проблеме в терапевтических отношениях, он складывается. Вот давайте посмотрим на самом просом, на самом просом, как говорится, варианте, на тех драмах, которые чаще всего возникают. Но самые простенькие, самые простенькие драмы это драмы, связанные с взаимодействием. Вот первая драма слушания. Вот я слушаю, вот я сижу, выслушиваю клиента, или наоборот, если взять с другой стороны, клиент внимательно выслушивает, так сказать, специалиста, пытается понять, что он происходит, но не понимает. Вот эта драма слушаний во многом зависит от того, какая диспозиционная система у того, кто говорит. Но он мог бы улучшить это воздействие на человека, он бы мог ему помочь прослушать, если бы он владел психотехникой говорения. С одной стороны, специалист владеет психотехникой говорения, а клиент владел бы и научился психотехникой управления вниманием. Вот я сегодня говорю школьным психологам, многие драмы на уроках, они возникают о том, что и учитель психотехнический, безграмотный, у него диспозиция сама им управляет, а не он ей управляет, и учеников тоже самое. С другой стороны, есть такая драма-драма понимания. Мы слушаем, мы сосредоточенно смотрим в глаза человеку, но не понимаем, что он говорит. Чаще всего это оправдывается, оправдывается тем, что применяют терминологию человек непонятную, хотя я, допустим, в разговоре и даже на конференции и на больших международных форумах и в своих статьях я все время каждый термин несколько раз разжевываю, раскрывая его и так далее, и так далее, но человек не понимает. Возникают определенные завалы памяти, завалы сознания, которые как барьеры выстраивают и не дают возможность, так сказать, понять желаемый для себя результат. Почему? Потому что в данном случае не работает психотехника, а со стороны специалиста раскрытия, раскрытия, как бы определенная психотехническая система, которая в перспективе погружает его. Я это называю техникой когнитивного дайвинга. Я постепенно фраза за фразой погружаю вглубь клиента проблемы. Я вот только что закончил консультацию с одним человеком, у которого есть очень серьезные проблемы и очень сложные тесты, и мы его погружали, он мне в конце сказал, я хочу еще. Я говорю, что вы хотите еще? Сделал вид, что не понял, говорит, давайте еще тесты, мне надо понять все пласты вот эти, которые становятся препятствием в наших отношениях с супругой. Прекрасно. Я не только замотивировал его на деятельность, но я сформировал взаимопонимание. Драмы непонимания не получилось, а получилось, так сказать, взаимное согласие и так далее. Есть драма действия. Понимаю, что надо сделать, но не умею этого делать. Не умею делать, потому что не научился психотехнике функционального действия. Вот психотехника функционального действия это тоже колоссальная проблема, потому что мы чаще всего говорим, сядешь в кресло, начнешь разговор и все, так сказать, пойдет своим чередом. Здесь, к сожалению, очень много проблем, и это страшно длительные разговоры, и очень много нужно тренингов умения держать лицо, умения пользоваться мимикой, умения, так сказать, использовать жест. И есть учебники, я хочу несколько работ вам показать. Ну и, наконец, еще одна, я так как не буду, как говорится, перегружать вас этими драмами, есть еще одна драма самовыражения. Все-таки для каждого из нас, вот я люблю работать в субботу и воскресенье, после, так сказать, только что закончившейся нашей конференции, у меня сейчас за очередь, я по 12 часов в день читаю лекции и так далее, но вот я жду субботу, воскресенье, потому что там я выражаюсь, там я выражаю все свои мысли, все свои размышления, которые накапливаются в течение недели, которые возникают в процессе рефлексии и так далее, и так далее, но чаще всего я не могу это сделать, я не могу это сделать, потому что мы очень много говорим об идентичности, но использование психотехника, использование идентичности, своей идентичности, и психотехника идентификации другого человека через различные методики, описанные еще Эриком Белл, психологического подглаживания, это тоже не происходит. Какой же путь выхода? Какие методы супервизии я, конечно, использую? Но вот наиболее известная методика, которая помогает, это так называемая актерская психотехника. Вот я взял с собой классический учебник, у меня, так сказать, он хранится на видном месте, называется Библия актерского мастерства. Вот здесь основные актерские тренинги, которые, по сути дела, позволяют развить функционально-психологическую компетентность. Это не только управлять своей психикой, но знать еще ограничения, знать достоинства, знать возможности, знать, так сказать, и понимать, а главное довести до автоматизма. Я все время говорю, что тренинг требует ежедневного повторения, и я уже, наверное, утомил студентов, я говорю, что я ежедневно сам занимаюсь собой по 4 часа в день, для меня это имеет огромное значение, последние 53 года я, так сказать, ни одного еще занятия не пропустил. Я рекомендую еще вот эту книжку, тренинг профессионального мастерства для психолога, написано профессиональным психологом, очень много интересных упражнений, которые позволяют снять драму действия, драму, так сказать, невыполнения. Однако в СОСА-3, которую я тоже интенсивно сейчас разрабатываю и которую я применяю каждое воскресенье, у меня в воскресенье три тренинга с тремя возрастными группами, и так далее. Вот первый этот метод драма аналитической супервизии. Мы разбираем саму драматическую ситуацию взаимоотношения клиента и специалиста, я говорю специалиста, потому что работаю не только с психотерапевтами и психологами, но и с социальными педагогами и социальными работниками. Мы проводим аналитический метод действенного анализа. Мы разбираем каждое действие как определенные связующие компоненты, которые узор наших отношений рисуют. Ваше действие клиента, ваше действие клиента, какое событие, как оно поменяло действие переживаний или действие страданий. Мы тщательно разрабатываем. Вот группа, с которой я завтра буду работать, и те, кто примет участие в нашем действии, эта группа прошла полуторагодовалый тренинг по методу драмоаналитической супервизии. Многие из них работают в школах, и они применяют. Метод действенного анализа мы тоже берем из театральной педагогики Марии Осипов Кнебель. Мне повезло, я когда-то лично имел возможность послушать выступления ее, ее учеников, ну и Паламешева могу назвать еще одного известного специалиста, у него книга, и у Кнебеля у него книги называются «Метод действенного анализа пьесы и роли». Роль это модель нашего поведения, пьеса это драма той жизни, которая становится содержанием нашей консультации. Кроме того, существует очень широко используемый метод дидактической драмы соцатрии, где мы создаем драматические ситуации, проигрываем их, отрефлексируем, проводим перенастройку, проводим резкриптинг, перестраиваем сценарии протоколов действия специалиста. Это очень, на мой взгляд, интересно, продуктивно. Вот сейчас мы тщательно прорабатываем у себя в лаборатории на тренингах. Но кроме этого, я использую методы групповой демонстрации. Когда я сам согласие клиента провожу какой-то, так сказать, дидактический супервизорский сеанс, и в процессе этого сеанса показываю, как ошибки и как способы их психотехнического устранения, потому что владение психотехника, это владение собственной психикой, собственным действием и так далее. И вот заканчивая свое выступление, я понимаю, что время ограничено, заканчивая свое выступление, я хочу вам сказать, что, конечно, супервизия, о которой я сегодня говорю, супервизия направлена на улучшение отношений между специалистом и клиентом на обеспечение психологической безопасности и специалиста, и клиента в процессе терапевтических отношений, оно требует развития как минимум трех уровней интеллекта у специалиста. Это прежде всего социальный интеллект, потому что изменения социальной ситуации, социальных отношений требуют изменения терапевтических отношений. Это и изучение и развитие эмоционального интеллекта, и вот я разработал понятие культурный интеллект как интеллект связанный с психотехнической компетентностью, ну и, наконец, ауто-психологический интеллект. Это понимание, осознание и умение управления своими психическими процессами, своим психическим состоянием. Все это требует супервизии постоянной, длительной, потому что психотехническая подготовка, она требует непрерывно постоянной работы. Я, по крайней мере, за полвека работы с самим собой и за годы работы в качестве преподавателя, так сказать, я пришел к выводу, что все параметры необходимые для полноценных, а не драматических отношений во взаимодействии, они требуют постоянной тренировки, постоянной коррекции. Я готов, друзья мои, ответить на ваши вопросы. Пожалуйста. Можно вопрос. Какая по вашему предположению в процентном соотношении ответственности между мной, терапевтом и моим клиентом, которая возлагается на вот этот контакт, насколько он складывается, насколько в динамике он просматривается? Вы знаете, я вот, я скажу вам собственную точку зрения, основанную на моем опыте, на удачах и ошибках. Я, видите, не сказал на успехах, я сказал на неудачах. Я очень внимательно слежу за каждой своей неудачей. Она, естественно, бывает. Я хочу сказать 95,5%. 95% моей ответственности. Я профессионал, я несу ответственность. поэтому я вкладываю время, я делаю психотехнический тренинг для себя. Вот, особенно тренинг концентрации внимания. В субботу я принимаю 12 клиентов, 45 минут идет каждый сеанс. Если учесть, что я работаю с зарубежными клиентами, я работаю ночью. Сегодня я работал ночью, в четверг я работал ночью, в среду я был на конференции и работал ночью. У меня только понедельник, и второй нет ночных консультаций. Ну, разница во времени, особенно с Америкой, очень серьезная. И концентрация внимания для меня самой сложной. Я после каждого тренинга веду журнал допущенных ошибок. И после того, как вот за месяц накапливается, я смотрю, где у меня в моей регулятивной диспозиционной системе, в моей психотехнической системе я работаю. Ответственность на мне. Особенно, если учесть, что я работаю с семьями, где межличностная патология отношений. Это наиболее сложная форма отношений людей. Обычно страдают дети, и обычно в этих семьях 12-13-летние дети склонны к суициду. Я вот не согласен с позицией Министерства образования тестировать детей и проверять склонность. Тестировать надо семьи на межличностную патологию, они создают риск возникновение. Школьный психолог, если исправит эту ситуацию, ему надо золотой бюст поставить прямо в ходу в школу, если такое будет. Вот так вот.